Дорога к храму 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 Хотя в истории церкви мы знаем святых, для которых данное приветствие, оно не было формальностью, как к огромному сожалению для большинства наших современников, в том числе и наших прихожан, в том числе и своих собственных, зачастую это срывается просто как некая такая дань традиции, вот как приветствие. Например, мы знаем святого преподобного Серафима Саровского, который жил на рубеже 18-19 века, и этот святой всех, кто приходил к нему, встречал этим радостным приветствием «Радость моя, Христос воскресе!» И говорил он это неформально, не потому что так положено говорить, не потому что есть такая традиция, а потому что его сердце, оно переполнялось радостью о воскресшем Христе. Это дивный и благостный старец, вот человек из образа, облика которого уже буквально струилась любовь, милосердие, сострадание, какая-то тихая радость, вот по отношению ко всем людям, которые к нему приходили, невзирая ни на сословие, ни на положение этих людей, ни на их отношение с церковью, со Христом. Вот всех этот дивный старец обнимал вот своей любовью, и поэтому пасхальная радость всегда была в его сердце. Вот пасхальная радость, которая свидетельствовала о том, что в сердце этого человека любовью, он всех встречал этим радостным приветствием «Радость моя, Христос воскресе!» Ну вот такая традиция у нас, скажем так, в этом году уже, такое традиционное пасхальное приветствие завершается, и в следующий раз мы начнем традиционно. Хотя, в принципе, повторюсь, что это не запрещает нам приветствовать друг друга так, хоть ежедневно, хоть постоянно, но вот такая традиция, вновь к этой традиции повсеместно мы вернемся только уже в 2017 году, когда в празднование Пасхи, в празднование Светлого Христового Воскресения, вновь начнем приветствовать друг друга этим радостным возрастом, и мы приветствуем Христос воскресе, отвечая воистину воскресе. Ну и сейчас, возвращаясь к основной тематике нашей беседы, подходит уже практически к завершению, у нас сегодня осталась предпоследняя беседа по книге «Бытия». Это самая первая книга Ветхого Завета, о которой мы очень долго, очень подробно разговаривали, делали какие-то определенные нравственные выводы из тех сюжетов ветхозаветных, которые мы встречали в книге «Бытия», проводили какие-то определенные параллели с нашей современностью, с нашей действительностью, с нашей нынешней жизнью, для того, чтобы делать нравственные выводы и определенные нравственные уроки. Ну и сегодняшнюю беседу мне хотелось бы посвятить еще раз личности святого праведного Иосифа, который в истории церкви, в истории церковной традиции, в истории библейской традиции остался, или был запечатлен, вошел с таким наименованием, как Иосиф Прекрасный. У святителя Игнатия Бринчанинова, святого, который подвязался в XIX веке, который оставил после себя замечательные аскетические опыты, в которые он запечатлел на страницах книг, глубочайшие, рассказывающие о традиции аскетики монашества, о традиции аскетики исихии, безмолвников, пустынников. Среди прочих его письменных творений у него есть очень замечательное повествование об Иосифе Прекрасном, о том святом, о жизни которого мы разговаривали в течение нескольких наших бесед. Есть ветхозаветные образа, есть ветхозаветные пророки, даже патриархи, которым мы посвящали одну, две, но максимум три беседы. Но вот патриарху Аврааму мы посетили очень много бесед, святому праведному Иосифу мы посвятили тоже очень много бесед, и сегодня последняя беседа, мне хотелось бы поговорить о тех параллелях, о тех пересечениях, которые мы встречаем и у праведного Иосифа, и у самого Господа нашего Иисуса Христа. И многие библеисты, многие святые отцы утверждали, находили эти параллели и говорили о том, что образ жизни святого праведного Иосифа, он был неким прообразом жизни Христа. Вот этих параллелей можно найти множество, но основных параллелей выделяют семь. Вот и в жизни Иосифа, и то, что в будущем, потом, когда наступает уже новозаветная эпоха, евангельская, мы встречаем в том числе и в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Ну, наверное, самая первая параллель, которую мы встречаем, это то, что Иосиф был самым любимым сыном своего отца, патриарха Иакова. Вот он настолько был любим, что, как мы вместе с вами, нашими телезрителями читали, говорили об этом, отец шил ему даже особую одежду. Это было патриархальное общество, и, конечно же, дети в какой-то мере слушались отцов, где-то ослушивались, но почитали и, несомненно, уважали. И, конечно, остальные сыновья приняли это. Вот то, что он сшил эту одежду, но сыновья завидовали ему. Так вот, как остальные сыновья, то есть братья Иосифа, так вот, точно так же, как Иосиф был любимым сыном у патриарха Иакова, своего отца, точно так же и Священное Писание называет, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он тоже возлюбленный Сын Бога Отца. Он тоже был возлюбленный настолько, или в какой-то мере пересекающий, как Иаков любил Иосифа. Точно так же, как братья завидовали Иосифу, завидовали, что отец его любил больше, чем остальных братьев, завидовали ему то, что он был красив, он был чист, завидовали тем знаком внимания, которые оказывал ему отец, в том числе вот и о той разноцветной одежде, о которой я говорил. Ну, это была некая традиция этого времени. Понятное дело, что если современный человек нарядится в какую-то такую цветастую одежду, ну, много могут каких-то нелицеприятных кличек, выражений прилепить к этому отцу. Вот как павлин там оделся или еще как-то. Но в том обществе это считалось не только нормой, но это считалось почетно. Вот если отец таким образом выделял своего сына. Вот и зависть братьев, естественно, от этого становилась еще больше по отношению к Иосифу. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос по своей человеческой природе вышел из еврейского народа. Поэтому еврейский народ, люди, это были его братья. Это были его братья по плоти и крови, первосвященники, саддукеи, фарисеи, книжники, князья народа израильского. Это те люди, которые тоже завидовали Христу, как некогда братья завидовали Иосифу. Они завидовали, что народ любит Христа, народ почитает Христа, власть Христа начинает расти, его нравственная власть. Весь народ начинает объединяться вокруг Христа, идти за Христом. И поэтому, конечно, зависть, видя это, зависть первосвященников и князей народа израильского только росла. И когда мы на прошлых наших передачах во время Страстной Седмицы вспоминали воскрешение Лазаря, четверодневного Лазаря, которого воскресил Христос, воспоминали вход Господень в Иерусалим, мы помним, когда Господь восходил в Иерусалим, вместе с ним шел Лазарь. И огромное количество людей, которые встречало Господа Иисуса Христа, восходящего в Иерусалим, они пришли встретить Его, пришли посмотреть не только на Него, но и на Лазаря, потому что это было чудо беспрецедентное. Четверодневный Лазарь, то есть человек, четыре дня лежащий во гробе, и он воскрес. И реакция князей народа израильского, реакция первосвященников и священников. «Убьем Христа и убьем Лазаря», потому что многие через него начинают верить во Христа. Вот это было продиктовано, конечно же, завистью. Это было продиктовано в том числе и тем, что они чувствовали, что власть над народом ускользает из их рук. И поэтому вторая параллель, которая пересекается между Иосифом и между Христом – это зависть. Это безумная зависть, которой там завидовали братья, здесь завидовала, вернее, завидовала израильская элита. И мне кажется, что в данной ситуации вновь уместно вспомнить вот эту цитату из божественной комедии Данте, когда один из героев, который находился в чистилище, рассказывая о себе, каким образом он попал в это место, вот говорил следующие слова о зависти. «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Вот, наверное, эта зелень и эта желчь, которую сложно увидеть, не всегда, вернее, можно увидеть внешне, хотя если человек завидует такой завистью, такой желчью, то это обязательно будет начертано в его глазах, это обязательно отразится на его лице, будет некая печать такой смурности какой-то, вот какого-то такого уныния, какой-то зависти, что, несомненно, в конечном итоге отразится и на цвете лица этого человека. Ну и, конечно же, итогом этой зависти явилось то, что братья не просто тихо завидовали Иосифу, они возымели в себе желание его просто убить. Но один из братьев все-таки остановил, который, наверное, больше остальных боялся Бога, остановил их, говоря, зачем идут бедуины, там шел караван, давайте продадим его. Вот они в конечном итоге его продают, продают за 20 монет. И здесь мы опять видим определенную перекличку, потому что его собратья, его братья по плоти и крови, братья Христа имеется в виду, первосвященники, они также продают Христа за 30 сребрений, или его ближайший ученик Иуда продает Христа за 30 сребрений. Там тоже звучат монеты, пусть не то же самое количество, но тоже он продается. Иосиф уводится в египетское рабство, а Христос тоже уходит в заточение. Иосиф как будто бы в этой темнице, в которой он в конечном итоге заключается, он как будто попадает в некое подземелье, он находится как будто в некой преисподней, из которой он потом воскрешает. Вот он становится вторым человеком в царстве после фараона. И то же самое мы видим в образе Иисуса Христа, которого предает его народ, народ его обрекает на смерть, народ, который возопил, когда Пилат вышел к народу и сказал, что я не вижу, в чем обвинять человека сего, я не вижу причину, чтобы предавать его смерти. Вот они начали кричать, что он умыл руки перед ними и сказал, я не виновен. Вот он видит, что начинается бунт, начинается волнение и последствия могут быть непоправимы. И он выходит перед людьми, умывает руки и говорит, я не виновен в крови праведника сего и предает его насмерть. И народ начинает по этому поводу верещать кровь его на нас и на наших детях. То есть народ здесь предает Христа, а там братья предают Иосифа. И Иосиф как бы в темнице, Христос восходит или нисходит в другую темницу, он нисходит в преисподнюю. И из этой преисподней он возносится, он воскресает. Он возносится выше всего, что выше Христа нет никого. Вот он восседает, согласно нашему символу веры, он восседает одесную Бога Отца. Одесную, то есть значит по правой руке, я зачастую, когда зачитываю символ веры, если я его зачитываю на славянском, бывает на русском языке, когда зачитываю все-таки на языке славянском, и мы доходим до этого момента, я всегда у людей спрашиваю, что значит одесную. И вот к огромному сожалению приходится констатировать тот факт, что этот термин никто не понимает. Понимаешь, что где-то что-то рядом, что-то здесь, вот около. Но одесную – это по правой руке. Это не значит, что, это не следует в принципе понимать, что Христос действительно сидит по правую сторону от Бога Отца. Это свидетельствует о том, что правая сторона – это некий символизм. По правую сторону от монарха, по правую сторону от царя всегда находился человек, который соуправлял вместе с ним царством. Ведь в нашем народе есть пословица, которая говорит, что тот или иной человек был его правой рукой. Это означает, что вот без него не мог ничего делать. Этот человек настолько взял обязанности вот там правителя, царя, императора, фараона в конечном итоге, что без него ничего не происходило. И, как мы знаем об Иосифе, фараон все отдал на суд Иосифу. Иосиф стал вторым человеком во всем этом огромном царстве после фараона. То есть из преисподней, из темницы он был вознесен фараоном на самый верх власти. Вот то же самое мы встречаем и у Христа. И поэтому вот эти параллели, и поэтому повесть о прекрасном Иосифе, библейская повесть, она глубоко важна для каждого из нас. И в нравственном значении, и в значении познавания Христа, потому что в Ветхом Завете мы встречаем очень много параллелей, символизмом, символизмов, которые отправляют нас к Новому Завету, которые помогают нам глубже понять те процессы, те глубины, в том числе и богословские, которые происходили в жизни нашего Спасителя, которые сообразуются где-то с нашей жизнью, с нашей нынешней действительностью. И те выводы, нравственные выводы, которые так важны, так необходимы современному человеку, который живет в современном мире. Ну и, наверное, последняя параллель, на которую хотелось бы обратить внимание. Мы помним о том, что Иосиф вышел из темницы и был вознесен фараоном благодаря своим пророчествам, благодаря истолкованию снов. Иосифу были сны, которые очень сильно смутили его из всех его жрецов и вещателей, толкователей снов. Никто не мог дать удобовразумительные толкования этих снов, которые бы удовлетворили или устроили фараона. И вот его виночерпи вспоминает о том, что там, в темнице, я находился с человеком, который точно истолковал мой сон. И следствием этого истолкования стало то, что я был помилован, но вот опять нахожусь здесь рядом с фараоном. Фараон его, значит, вызволяет, забирает из темницы. Иосиф истолковывает эти сны. И эти сны свидетельствуют о том, что будет 7 лет очень большого урожая, и будет 7 лет страшного неурожая, следствием которого будет страшный голод. И поэтому Иосиф советует, дает некие советы, некую такую дорожную карту, что должен делать фараон для того, чтобы эти 7 лет просуществовать, для того, чтобы его подданные, его народ не умерли с голода, не начался мор. И его советы, вернее, советы Иосифа, его рекомендации настолько показались фараону мудрыми, что фараон ставит его не только над всем царством, но говорит, вот ты и будешь распоряжаться этим. Иосиф посоветовал, чтобы определенный процент зерна, определенная часть зерна, которая будет в эти 7 благоприятных лет, чтобы складывались в житнице. И потом за счет этого зерна у нас будет возможность, если не благоденствовать, то, по крайней мере, не умереть с голода. И вот Иосиф, он кормит этим зерном всех, в том числе и своих братьев, которые потом приходят к нему, которые сразу не узнали его, но Иосиф узнал своих братьев. И точно так же Христос под видом хлеба и вина кормит каждого христианина своей плотью и кровью. Вот поэтому в этом тоже есть определенные параллели. Вот и поэтому повесть о праведном, о прекрасном Иосифе, она очень глубоко важна и необходима каждому христианину для того, чтобы глубже понять то значение, тот смысл Господа Иисуса Христа в евангельской истории, в истории церкви и, естественно, в истории и в жизни каждого человека и каждого христианина. Все-таки наши телезрители, может, те, которые не следили за всем, за всей историей Иосифа Прекрасного, возникает логический вопрос, почему так он наименован, так он звучит в Библии, почему Иосиф Прекрасный? Ну, он был прекрасен во всем. Во-первых, он был статен, он был прекрасен внешним видом, что послужило жене одного из высокопоставленных, так называемых, чиновников при дворе фараона, польститься и воспылать похотью и страстью по отношению к Иосифу. А с другой стороны, он был очень прекрасен внутренне, он был очень прекрасен и чист своей душой. И вот это именно самое главное, что отличает Иосифа и отличало, собственно, в том числе и от его братьев, от его собратьев, которые оказались более вероломны, оказались завистливы и которые предали Иосифа. И мы видели о том, что между вот этими решениями, между выбором, который постоянно становился перед Иосифом, выбор «можно сделать что-то, что выгодное для тебя, но вредное для совести». И не всегда будет выгодно вот здесь, в краткосрочной перспективе. И Иосиф, благодаря своей внутренней чистоте, благодаря своей прекрасной чистой душе, выбирал то, что вроде бы для него невыгодно. Иосиф отказался от этой похотливой связи с женой этого высокопоставленного чиновника и оказался в темнице. Но из этой темницы он был возвышен на вершины власти в Египте. Ему было отдано все. И поэтому, вновь повторюсь, его прекрасность заключается, прекрасным он был не только внешне, самое главное, он был прекрасен своей душой. И именно вся эта история, именно все возвышение Иосифа происходит как раз благодаря тому, что он остается верен голосу совести. Он остается верен Богу, своему Богу, Богу, который вел его по жизни. И в дальнейшем, когда он встречается со своими братьями, он говорит им о том, что это не вы даже меня продали, это Бог так устроил для того, чтобы сейчас я спас вас. Потому что Иосиф умел вот за этими сиеминутными какими-то проявлениями, что происходило с ним в человеческом сообществе, за всем этим он умел усмотреть промысел Божий. А это как раз следствие чистоты души человека. Потому что одна из заповедей блаженства, она прямо и говорит, блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят. Но узрят не только Бога, но узрят и промысел Божий, вот который над каждым человеком увидит прошлое, настоящее и будущее, как они есть, и как Бог задумал о том или ином человеке. Ну и переходя от библейских чтений, теперь уже можно сказать к современности. Есть события, о которых мы не можем говорить в нашей программе, и одно из них произошло на этой неделе. Может быть, для большинства это не более чем визит, это не более чем дипломатические связи, но я знаю, что представители Русской Православной Церкви усматривают в этих, скажем так, движениях власти к Церкви, усматривают более духовный смысл, более серьезный смысл для Церкви. Визит нашего президента Владимира Путина на Афон. Что он действительно несет, какой, может быть, потаенный смысл для Церкви? Ну, я здесь, наверное, не стал поискать каких-то смыслов для Церкви, поэтому, наверное, конечно, что-то будет. Мне сложно сказать человеку, который не стоит у Кормила церковной власти, который не знает все, может, какие-то подводные течения, которые там происходят. Для меня, наверное, более важен здесь президент не как человек, занимающий какой-то высокопоставленный, высокий пост, а как человек с его душой, с его личностью, с его какими-то внутренними переживаниями. Вот. И, наверное, то, что у президента есть такая потребность, это тоже говорит о многом. Я, например, точно знаю, что президент далеко не редко посещает святую обитель на острове Валаам, Валаамскую обитель. Это абсолютно никак не афишируется в СМИ. Он посещает, бывает, ее без каких-то больших делегаций, один или в кругу самых ближайших своих друзей или своей семьи, как это было в прошлом. Вот. Поэтому подобное посещение, конечно, это был официальный визит, то, что сейчас было на фоне. Конечно, президент его посещал не как частное лицо, однозначно. Он посещал его как глава государства, и об этом в своей речи, в своем обращении, когда он обращался к монашествующим, к греческому, к константинопольскому патриарху, он на это как раз обращал внимание. Вот. Для нас, наверное, и для меня, как священника, важно в том числе еще и то, что то событие, ради которого и патриарха, и огромная делегация Русской Православной Церкви, и глава нашего государства посетили это святое место, это тысячелетие официального присутствия русских на этой святой горе. Потому что первую запись одного из наших русских монашествующих мы встречаем в 1016 году в одном из монастырей, в одном из книг, что он был настоятелем этого монастыря. Но это вновь, повторюсь, это официальная статистика, которая официально зафиксирована письменно в книгах. Многие историки говорят о том, что, в принципе, однозначно русы были и до этого присутствовали на фоне, но вот традиционно принято считать началом такого русского присутствия это именно 1016 год. Но так как на дворе у нас сейчас идет 2016 год, поэтому, естественно, в этом году Церковь и Россия празднует, и вся полнота нашего государства празднует тысячелетие присутствия России, Русской Православной Церкви, русских на святой горе Афон. И вот здесь, наверное, очень важно поговорить о том, что это значит для России, что это значит для нашего народа, что это значит для судеб, для истории нашего народа, что вообще такое монашество, и что в конечном итоге такое Афон. Афон – это вообще очень уникальное место. Это единственная такая, я бы сказал, даже монашеская провинция на территории всего земного шара. Вот мы встречаем множество монастырей, и не только в христианской традиции, мы встречаем монастыри, и, например, там, в индуизме, мы встречаем там буддийские монастыри, вот, но Афон – это не просто отдельно стоящий монастырь, это полуостров, которого зачастую называют островом, где есть гора Афон. И вот весь этот полуостров, он буквально напичкан монастырями, он буквально напичкан скитами. Помимо этого, отшельниками в пустынях, на горе, где-то в лесу живут отшельниками монашествующие, старцы и сихиасты, которые подвязаются в одиночестве перед Богом, которые полностью стараются удалиться от суеты и полностью погрузиться в Бога. Вот уйти от этой, ну, в какой-то мере, может, земной реальности, земной суеты, чтобы полностью там, в безмолвии, в таком вот одиночестве, только Бог и только этот человек, только там познавать Бога. Поэтому Афон – это святое место. И я знаю, что он буквально в какой-то мере, вот эта гора, вот то, что там происходит, там монашеская обитель, она буквально переламывает, перелопачивает человека. Вот люди, многие люди, которые там побывали, они приезжают оттуда абсолютно другими людьми. И вот в этом плане, конечно, на первом месте, в плане святыни для любого православного христианина – это Иерусалим. Но зачастую в Иерусалиме очень сложно, но из-за той суеты, в том числе и той торговли, которая происходит, того шума, того гамма, который там есть, очень сложно почувствовать и увидеть то присутствие Божие и ту благодать. Хотя абсолютное большинство людей, несомненно, это чувствует. А вот на Афоне это чувствуется вот таким образом, что складывается впечатление, что можно даже потрогать рукой. Вот когда там все пребывает в молитве. Я, к сожалению, не был на Афоне. Я был три раза на Святой Земле, в Израиле, в Палестине. И вот там есть монастыри первого тысячелетия, ну, в частности, монастырь преподобного Савва Освященного. Вот люди там живут ныне, как жили тысячи, полторы тысячи лет назад. Вот там нет ни электричества, там нет никакого водопровода. Весь уклад, вся жизнь людей подчинена молитве древним уставам. То есть люди ночью молятся, вот спят они крайне мало, едят они крайне мало. И вот, находясь рядом с этими людьми, ощущаешь вот присутствие чего-то неземного, ощущаешь присутствие чего-то потустороннего. Заходишь в храм, идет богослужение, когда мы зашли, совершалось богослужение, но совершалось, естественно, на греческом языке, потому что в основном там присутствуют греки. Умом не понимаешь, какая даже часть богослужения сейчас читается, потому что мы зашли кратенько, это было великопостное богослужение, читалось то ли часы, псалмы на часах читалось, то ли вечернее сутриннее, сложно было сказать. Но вот то состояние, вот то предстояние, то ощущение божественного присутствия, которое появляется там, вот все это ощущает и человек, посещающий Афон. И зачастую встречаешь повествование, рассказы о том, что Афон посещают не только православные. Вот кто-то, конечно, да, посещает в качестве туриста, кто-то в качестве для того, чтобы посмотреть, а кто-то в качестве паломника. Есть очень замечательные афонские рассказы, тоже очень замечательного человека, Дворкина Александра Леонидовича. Он, будучи студентом, когда он еще жил в Соединенных Штатах Америки, студентом Свято-Владимирской духовной православной семинарии, каждый раз, каждое лето старался выезжать на Афон. Насколько я помню, морским путем он добирался до Великобритании, а от Великобритании автостопом добирался до Греции. Ну, а в Греции уже там, с Греции паромом до Афона. И вот он рассказывает такую историю, говорит, пилим дрова, я, говорит, напротив меня, люди останавливаются при монастырях, молятся, но, естественно, трудятся, и монастырь предоставляет такому человеку питание и крышу, кровь, крышу над головой крови. Вот, говорит, мы стоим, трудимся, пилим, значит, там, бревна какие-то. Говорит, смотрю, напротив меня, вот вместе со мной пилит такой долговязый мужичок, и, говорит, почему-то, говорит, где-то, говорит, у меня складывается впечатление, что я его видел. Ну, разговорились, он спрашивает у меня, там, молодой человек, вы, там, вы откуда, там, чем занимаетесь? Ну, вот я ему, говорит, рассказываю, что сам я русский. Родился, вернее, в Советском Союзе, живу сейчас в Соединенных Штатах Америки, это еще были времена Советского Союза, 80-е годы, конец 70-х. Я являюсь студентом духовной православной семинарии, вот, ну, и, естественно, как бы, такой этикет требует задать встречный вопрос, а кто вы, чем вы занимаетесь? Он ему задает вопрос, человек отлаживает пилу, отходит в сторонничку, делает поклон и говорит, принц Оэльский Чарльз. Вот, по вероисповеданию англиканин, потому что закон государства и традиция это предписывает ему, потому что для многих, например, является абсолютным откровением, что Великобритания, будучи светским государством и светской страной Великобритании, англиканство, одно из направлений протестантизма, является государственной религией. И на данный момент королева Ангелия является главой англиканской церкви. И, естественно, человек из королевской семьи, вот, он не может быть не англиканином, но душа этого человека тяготеет к православию. И на Афон он приезжает для того, чтобы, естественно, не просто попилить там дрова, не просто поработать, а, конечно же, отдохнуть от суеты, собраться с мыслями и предстоять перед Богом, помолиться. Но и еще и для того, чтобы пообщаться с людьми, которые являются людьми Божьими, человеками Божьими, вот теми людьми, которые неформально служат Богу, неформально возносят ему молитвы, а те люди, которые имеют с Богом какую-то онтологическую связь и черпают мудрость в этом глубочайшем единстве с Богом. И такие люди могут дать советы, такие люди могут помочь разобраться в тех внутренних проблемах, которые есть у меня, например, но с которыми мне самому сложно справиться. Ну, по поводу принца Чарльза, даже существует такое, ну, это неизвестно, не задокументировано, но, по крайней мере, в виде слухов, что он регулярно посещает Афон. Вот, и когда, есть, опять же, такое мнение, когда английские спецслужбы, ну, в общем, что-то там набедокурили, то ли спалили часть одного из сербских монастырей или сербских храмов, потому что думали, что там прячется то ли Милошевич, то ли кто-то вот из сербских руководителей. Принц Чарльз потом на свои собственные деньги, на средства восстанавливал этот монастырь или тот храм, который пострадал от вмешательства английских спецслужб. Естественно, это не задокументировано. Естественно, никакие английские спецслужбы не признаются, что мы там, значит, спалили, мы там где-то набедокурили. Вот, но народная молва говорит вот о таком факте. Поэтому место очень святое, и присутствие русских на этом месте, это тоже для нас очень значимо, потому что оттуда мы тоже очень многое можем черпать. Связь и традиция нашего монашества русского, оно тоже берет свое основание с Афона, потому что первые наши иноки, преподобный Антоний Печерский, он получил закваску и традицию монашества именно там, именно на Афоне. Именно придя с Афона, он эту традицию, эту закваску, он пытался здесь посадить, посеять на нашей русской земле. Возрождение монашества, такого умного делания, а монах – это все-таки человек, который всего себя отдает молитве. Это человек, который занимается не столько социальным служением, не столько благотворительностью, хотя, опять же, мы встречаем два направления монашества, которые встречаем в русской православной церкви. Это традиция, которая пошла после Иосифа Володского, и традиция монашества, которая связана с преподобным Нилом Сорским. И вот одна традиция в лице Иосифа Володского говорила о том, что монастыри должны быть богаты, они должны иметь земли, они должны заниматься благотворительностью, социальным служением, и, наверное, несомненно, они этим должны заниматься. Какое-то направление, не все монастыри, но какое-то направление. А Нил Сорский, который больше был приверженец афонского монашества, он говорил о том, что монах – это все-таки монастырь, это человек один, это человек, который немножко отдаляется от мира для того, чтобы освещать этот мир, для того, чтобы своей молитвой, своей укорененностью в Бога этот мир поддерживать, этот мир освещать, этот мир просвещать. Монашествующие или те люди, которые в своей жизни воплощают идеал христианства, они являются той солью, о которой некогда говорил Господь, что если соль потеряет силу, какая в ней польза? Вот не соленая она, но будет кто-то посыпать этой белой какой-то вот крупой массой, посыпать себе пищу, если она эту пищу не солит, он ее просто выбросит, она станет ему не нужна. Вот точно так же и здесь, если христианство теряет, и христиане теряют свое самое главное, высокое предназначение, то в лице этого мира христианство тоже теряет свой смысл. А самое главное – это вот то освещение, это те проводники, вот та благодать, которая через христианство, через церковь, через этих божьих людей нисходит на мир, а суетившийся мир, на мир, погрязший в грехе, на мир, погрязший в пороке, на мир, который погряз в унынии и не знает, что дальше делать, куда двигаться. Вот мир стоит благодаря именно таким обителям, благодаря таким людям, которые подвизаются на Афоне. И поэтому наша связь Русской Православной Церкви с Афоном, она, конечно, и глубоко символична, и глубоко важна, не только для Русской Православной Церкви, но и для всей нашей России. Вот на Афоне существует на данный момент один наш русский монастырь, который принадлежит Русской Православной Церкви, это Свято-Пантелимонов монастырь, а настоятель этого монастыря, если не ошибаюсь, то ли 100, то ли 102 года ему, ну то есть настоящий старчик. Для меня, кстати, было откровением, что на данный момент на Афоне в русском Пантелимоново монастыре подвизается монах, который из Якутска, а вот в одном из греческих монастырей подвизается монах, который из города Мирного. Вот буквально недавно мне рассказал человек, который посещал Афон, вот, поэтому, ну, надеюсь, что если Господь когда-то сподобит посетить эту Святую Гору, очень надеюсь познакомиться с нашим земляком. Человек, который посещал, встретил в одном из болгарских монастырей человека, у которого родственники живут в Зырянке, вот это северо-восток нашей республики, поэтому мир оказывается вот очень такой вот, ну, в какой-то мере маленький, что ли, вот, поэтому, что даже человек с Мирного, человек, который когда-то проживал в Мирном, сейчас подвизается на Святой Горе Афон. Вот очень надеюсь, что Господь сподобит когда-либо побывать в этом Святом месте, как-то пересечься, просто пообщаться, вот, передать поклон от Мирнинской земли человеку, который находится в таком Святом месте и возносит молитвы о всем мире. Я благодарю вас за эту беседу. Уважаемые телезрители, с вами мы встретимся ровно через неделю в следующую субботу в телепроекте «Дорога к храму». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok